Библейский портал экзегет.ру представляет 20-я глава книги «Бытие», перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». 20-я глава, она какая-то лишняя. Вот, правда, я бы её выкинул, если бы я составлял эту книгу. Во-первых, она ничего не добавляет к повествованию. У нас тут такие могучие сюжеты. Завет, который Бог заключает с Авраамом, рождение Исаака, главного сына, который, собственно, наследует благословение. Там Господь беседует с Авраамом, потом идёт и уничтожает Содом за то, что его жители так развращены. Это всё такое важное, нужное, необходимое. А тут что-то такое не очень приятное и не очень нужное. И вообще оно уже было, хотя немножко в другом виде. Уйдя из этих мест на юг, в Негев, южная часть Святой Земли, Авраам стал жить между Кадешем и Шуром, а затем нашёл себе пристанище в Гераре. Ну, он же кочевник у нас, он переходит с места на место. Он называл Сару своей сестрой. Опять это уже было в Египте. Поэтому Авемеллах царь Герара послал за Сару и взял её к себе. Хм, зачем он называл её своей сестрой? Чтобы её красота не пленила окрестные народы и те не убили Авраама, чтобы взять её себе? Так вроде было в Египте. Здесь уже Сара достаточно пожилая женщина. А может, по какому-то, знаете ли, такому стереотипу он уже понял, что это работает и продолжает действовать так. А может, это вообще одно и то же предание, которое два раза рассказано с разными деталями. Не знаю. Но история немножко другая. Но ночью во сне Бог явился Авемеллаху и сказал, «Ты умрёшь за то, что взял себе эту женщину, а она замужем». Вот Авемеллах ещё ничего не знает, но уже виновен. Авемеллах ещё не прикасался к ней. «Господь, — мой, — молился он, — неужели ты уничтожишь неповинный народ? Ведь этот человек сам сказал мне, что она его сестра. И она говорила то же самое. «Совесть моя чистая, руки неповинны». «Да», — отвечал ему Бог во сне, — «я знаю, что совесть твоя чиста. Потому и не дал тебя владеть этой женщиной, удержал тебя от греха предо мною». То есть есть какие-то объективные вещи, да? «Но теперь верни её мужу. Он пророк, и он помолится, чтобы ты остался жив. Знай, если ты не вернёшь её мужу, то погибнешь и сам, и весь род твой». Наутро Авемеллах собрал своих приближённых, пересказал им эти слова, и все они сильно испугались. Авемеллах позвал к себе Авраама и стал его упрекать. «Что ты делаешь с нами? Чем я тебя обидел, что ты ввёл в такой страшный грех, и меня, и всё моё царство так не поступают?» «Зачем ты это сделал?» — сказал Авемеллах Авраама. «Вообще-то он был прав». Авраам ответил. «Я подумал, что в этих местах не боятся Бога и могут убить меня из-за жены». Авраам не прав в этих местах бояться Бога, как выяснилось, но он этого не знал ещё. «К тому же она и вправду, сестра мне, дочь моего отца только от другой матери». И это мы знаем с самого начала. То есть Авраам сказал, ну, как бы правду, но не всю. «Дочь моего отца только от другой матери. Она стала моей женой, но когда Бог велел мне покинуть отчий дом и отправиться в странство, я сказал ей, прошу тебя, куда бы мы ни пришли, говори при меня, что я твой брат». Такая особая предосторожность. На всякий случай. Авемеллах подарил Аврааму овец, коров, рабов, рабынь, вернул ему Сару и сказал, «Вся моя земля пред тобой, где хочешь, там и живи». А Саре он сказал, «Я даю твоему брату тысячу шекерей серебра, это покроет твою обиду в глазах близких, и твоя честь будет восстановлена». Да, но вечно это компенсация морального ущерба. Авраам помолился Богу, и Бог исцелил Авемеллаха, его жену и служанок. То есть, что там произошло? «И те вновь стали рожать детей. До этого из-за Сарры Авраамовой жены Господь сделал бесплодными всех женщин в доме Авемеллаха». Глава на этом кончается, вопросов у меня много. Почему Авраам так себя ведет? Предосторожность, он такой вот хитрый человек, да, он понимает, что могут быть опасности, проблемы, избегает этих проблем, говоря, ну, полуправну, часть правды. Делает не очень красиво, но эффективно. И Господь вроде как не особенно одобряет его, но на его стороне. Вы знаете, а мне кажется, что вот эта история, рассказанная, в общем-то, второй раз похожая история, там будет еще одна, но уже не про Авраама, чуть подальше, она показывает, что, смотрите, вот патриархи вовсе не идеальные люди. Их жизнь — это не такие вот сиятельные вершины личного благочестия, вовсе нет. Есть место и какого-то вот, для какого-то вот, ну, такого, знаете, махинаторства не очень красивого, но Господь все равно на их стороне. Он не наказывает Авимеллаха, но оберегает его. Может быть, если бы Авраам не прибегал к этим уловкам, Господь все равно бы его так или иначе в этих странствиях сохранил. Но Авраам как бы немножко, ну, превышает меру необходимой предосторожности, потому что предостеречься лишний раз не мешает. Вот, и мы увидим подобные истории, особенно у Якова. Яков вот мастер таких, знаете ли, схем, которые позволяют выйти сухим из воды, да, но Авраам уже немножечко это попробовал. Вот, ну, а тем временем должно сбыться, должно сбыться то обещание, которое было дано Аврааму о рождении сына от Сарры, мы это прочитаем в 21 главе. Продолжение следует...